Первое впечатление от Самары у Шона Харрисона жаркое. В его родном белгости в Северной Ирландии даже летом гораздо прохладнее. Шон первый из своей команды вышел на самарский ринг. Ушел с него победителем. Боксеры здесь примерно моего уровня. На ринге я выложился и победил. Но уровень действительно высокий. Гости из Ирландии и Казахстана встретились с боксерами из разных регионов России на международном турнире на призы Олега Саитова. Заслуженный мастер спорта России по боксу, двукратный олимпийский чемпион, воспитанник Самарской школы бокса Олег Саитов обладает довольно внушительным списком званий. Если Олег Липаевич у нас берется за дело, мы знаем это со спорта, он все делает хорошо и все у него прекрасно получается. Поэтому мы видим по организации и по уровню турнира, что турнир достоин того уровня, на котором он себе заявляет. Не исключено, что в дальнейшем турниру будет присвоен класс А и его внесут в единый календарный план соревнований боксеров. Сейчас турнир на призы Саитова – шанс для тренеров оценить подготовку сборной Самарской области к чемпионату страны. Сам Олег Саитов отмечает, что Самарская школа бокса имеет хорошие традиции. Когда у человека есть такое понимание, у него хорошая школа, говорят. То есть он все элементы в ринге выполняет правильно, четко, не тратит лишних сил, затрачивая минимум количество сил, может одержать победу уверенно. Это называется класс, это называется школа. И вот Самарская школа, она именно такая. Александр Крышенинников занимается боксом 12 лет. Техничности и опыт помогли нашему земляку одержать победу в своем первом бое на этом турнире. Соперник, конечно, хороший попался. Особенно после такого долгого непребывания в ринге. Очень устал, но ничего, доволен, что стою на ногах все. Опыт, конечно, драгоценный, потому что приезжаю, сам видите, приехали из других стран. 60 боксеров будут состязаться в 10 весовых категориях в течение 4 дней. Финальные поединки и награждения пройдут в это воскресенье. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.